приветствую всех на своем канале недавно я прогулялась большим магазином и к макси посмотрела что здесь есть интересного швеция уже давно готовится к пасхе и очень много тематических предметов от салфеток до всяких я не знаю декораций до всего остального я вам хочу показать какие цены в швеции на продукты а если хотите сравнить с украиной например сейчас курс примерно 350 гривна к одному шведского к одной шведской кроне в украине конечно очень подорожали продукты мы в шоке просто насколько посмотрите какие цены в швеции я поснимала для вас может быть что-то не очень хорошо видно но немножко с не понравились такие тематические уголочки в основном они все сейчас посвящены пасхальной тематике даже пасхальные веночки где-то я видела не помню сняла их на видео или нет рабочие костюмы уголок такой с техникой чемоданы нижнее белье здесь я заметила кстати в супермаркетах тоже часто вижу такие огромные ящики с носками и нижним бельем русланчику очень нравится такие машинки я решила посмотреть когда я увидела эту игровую консоль думаю старшим девочкам вместо телефона лучше купить ее потом думаю так маша иди дальше отсюда сняла немножко цены на популярные напитки посмотрите сколько стоит в швеции кока-кола пепси фанта иногда можно купить полтора двухлитровую бутылку пепси за 5 крон мадакс цены на ваниш это пасхальные подарки такие огромные яйца здесь есть вот бежевого цвета там в основном внутри наборы всякие конфет больших таких я не знаю что у нас было среднее такое там наборы конфет и вот разная тематика уже пасхальная веночки статуэточки салфетки и даже разного цвета свечи есть для этого всего очень миленько так мне даже захотелось себе что-то приобрести домой потранжирить деньги то я подумала маша держи себя в руках давай и иди покупай то зачем ты пришла и иди домой мне очень нравятся эти статуэточки уточек понравились но я сдержалась ничего такого лишнего старалась не набрать пошла в следующий отдел пришли мы с давидом в отдел чай и кофе пачку кофе примерно 450 граммов и можно купить от 45 крон а если вы будете брать 2 и больше обычно действуют какие-то скидки и там выходит дешевле килограмм шоколадного напитка примерно можно купить за 50 крон этот шоколад кило 150 крон 49 там 800 или 700 кром я не помню но примерно такие цены чай в пакетах примеры можно купить липтон 100 пакетов green grey за 30 крон упаковка украине 25 пакетов стоит 87 гривен хлеб очень подорожал шрицы из того момента как мы приехали сюда год назад и те цены которые я помню и целом сейчас батон который стоил 30 крон стоит 40 примерно вот такая разница очень много сыров в таких вот тюбиках с разными вкусами икра там и так далее и далее а вот это шведские пельмени тоже очень необычный вкус с помидорами сыром и очень редко с мясом бывают такие цены на лосось и к и снова сыр в тюбиках у нас дома сейчас такой тюбик сыр и икра колбаса салями цены на мясо колеблется от 70 крон за свинину килограмм целой курицы будет примерно от 60 крон филе от 100 килограмм говядины будет тоже от 100 крон примерно и смешанный фарш за килограмм тоже примерно 100 крон торты в швеции в супермаркетах мне не очень нравятся они какие-то скучные на вид и все в основном покрытые сахарной мастикой я не люблю ее не больше лучше пирог или что-то шоколадное если с магазина но мы здесь в швеции еще не покупали пока что торт никогда в магазине заказывали просто у людей фруктовый овощной отдел я сняла немножко посмотрите какие цены в основном капуста такой вот лимон и киви продаются поштучно клубника 250 грамм яйца очень подорожали в швеции сейчас к семи а это дешевое молоко я нашла за полтора литра 18 крон мы берем примерно 20 21 крон и за полтора литра сливочное масло сейчас в районе 50 крон за пол килограмма это масло хорошего качества я напоминаю что курс шведской кроны к гривне три с половиной примерно и вы можете сами посчитать сколько стоит тот или иной продукт в переводе на украинскую гривну сыр в швеции хороший можно купить примерно за 90 100 крон за килограмм здесь швеции очень очень много продуктов без лактозных есть прям целое отделение если она на видео посмотрите вообще выбор очень хороший в магазинах мясных и молочных продуктов много разных йогуртов на любой вкус есть также очень много растительного молока для вегетарианцев или любителей правильного питания цена 33 кроны указано за сетку авокадо 750 грамм килограмм шампиньонов 70 крон болгарский перец от 60 до 80 крон белокочанная капуста в районе 30 крон за килограмм дороговато очень много орехов разных на любой вкус на любой цвет цена примерно 160 крон за килограмм примерно одинаковая на любой из видов мы пришли в отдел бакалея посмотрим сколько стоят макароны и другие крупы две пачки можно купить за 32 кроны это твердые сорта пшеницы посмотрите какой отдел с конфетами здесь столько конфет что просто разбегаются глаза и очень много с лакрицией в швеции их очень любят лакрица обладает кисло-солено сладким травянистым вкусом добывают ее из корня солодки и она невероятно полезная но конфеты с ней мы до сих пор не можем кушать так как они очень непривычно для нас и кажутся отвратительными на вкус недавно в тик ток не попалась видео где женщины рассказывают стоимость борща в украине так вот одна банка фасоли ей обошлась 50 гривен я зашла в отдел консервации для того чтобы вы посмотрели какие цены на консервы в швеции магазине и к баночку точнее сказать тетропак с фасолью или консервированным горошком можно купить за 10 крон такие цены на рапсовое масло и подсолнечное большая упаковка чипсов вам обойдется примерно в 30 крон 170 крон за килограмм крупной креветки шоколадные батончики стоят около восьми девяти крон такие цены на шоколад этот шоколад напоминает мими линии и на удивление мороженое швейцы очень дешевая в сравнении с ценами в украине и очень вкусная за эти деньги и на этой сладкой нотки я буду заканчивать обзор продуктового магазина и к если хотите более близкую съемку более предметную напишите мне в комментариях и насколько это было вообще полезно и интересно вам не смотреть такие ролики в этом же магазине я зашла в отделение почты и забрала там подарочный набор от либера что в нем я вам уже показывала как-то когда снимала покупку свою продуктовую но покажу еще в отдельном видео и я поехала домой пока пока всем пока всем Продолжение следует...